Всем доброго времени суток! Вместо авангарда мы продолжаем играть в игру под названием Шпигет А, сделанную на Вульф RPG Editor. В прошлой серии немного пообследовали мы особняк, который, как я понимаю, является сиротским приютом и, скорее всего, все персонажи, которых мы встретили, также сироты. Также мы обнаружили, что у нас есть зеркальная наша версия, и вот сейчас мы успешно за неё играем. Нам нужно найти вкусных мышек мудрости, чтобы немножко поумнеть. Жаль, что в жизни так нельзя, но всё равно, говорят, еда, которая полезно влияет на мозг, так что ещё не всё потеряно. Ещё я немножко подумал, и, скорее всего, Шпигеляй переводится как «зеркальная Ай», мне кажется, что-то подобное, что, в принципе, логично, учитывая, что действительно зеркальная версия нашей игры не присутствует. Так, непонятно, что написано. Наша подруга Торс, если не ошибаюсь, тоже озадачена. Очень симпатичная иллюстрация. Мне очень интересно, встретимся ли мы опять с каким-то ломанием четвёртой стены, как это было в самом начале игры, когда мы только нажали кнопочку «Новая игра». Часто говоря, это был гениальный ход от автора. Вроде бы в игре ничего страшного не происходит, но я всё равно в постоянном напряжении. О, кто здесь? Он, это мистер Ангел. Угу, верно, пожалуйста, входите. Ну, входить не надо, давайте войдём, что остаре, что получится. Подожди, верите, как это мы сделаем? Раньше менеджер сказал нам, что большая часть их могут лгать, но ты уверен, что должны выйти внутрь. Этот глаз сверху справа, жёлтенький, не будет налугать. Уверен, что плохого не случится. Вы кто? Уфуфу, добро пожаловать. Какой вкусно выглядит человек, и никогда тебя не отпущу. Гейм овер. Господи. Для меня это испугало больше, чем вся ситуация. Зачем же такие внезапные помехи включать? Так, ну, таким образом, зеркальное я получил временное проживание в животе демона. Ну, как вы понимаете, рвать, ну, ргать. Ргать, господи, что я говорю? Лгать. Лгать тут люди очень любят, кроме своего мистера Ангела. Да, кто здесь? Это мистер Ангел. Это я, верно. Входите внутрь, все врут, все врут. В чём-то проблема. А, да. Парень при своении сегодня. В следующей комнате. Или он бы это был в средней комнате наверху. Да, андите, в смысле, тот, кто сегодня у нас должен заниматься какими-то рутинными делами. И, по-моему, как раз должен был быть мистер Ангел. Так, другие эйлеры на что-то нам явно намекают. Ещё какие-то загадочки, подсказочки. Чья-то лапка. М, да. Это мистер Ангел. Верно, я Ангел. Ходите. Ну, что вы не хотите ходить? Просто, чтобы вы знали, живой лес по соседству лугун. Вы не должны с ним говорить. Кто? Это мистер Ангел? Да, это он. Входите. Зачем это бедительно, а? Вы не войдёте? Ладно. Житель на этаже ниже сегодня занимается делами. Вы кто? Вы кто? Это мистер Ангел? Да, конечно, пожалуйста, может сегодня входить. Ну, всё понятно. В каждом месте живёт мистер Ангел. Кстати говоря, кто сегодня при исполнении? Я не только уверен, что это не я. Слушайте. Это очень странно. Но, скорее всего, в этой комнате живёт человек, да? Давайте проверим. Ладно, я не хочу проверять. Так, также нам сообщают, что жители, которые живут на обоих концах, не вытажал лугун, и я бы держал с них подальше. Но, скорее всего, не так. Но это мы уже знаем, что он не мистер Ангел, так что это неправда. В принципе, так было очевидно. Кто-то из них должен всё-таки говорить правду на конце. Ну, я так понял, что наверху справа живёт человек. Но тогда, кстати, получается, если он говорит, что у него был лжец, то получается, что с одной стороны живёт Ангел, а с другой стороны живёт человек. Так, и, соответственно, если верить, а точнее не верить словам этого жильца, то и парень по соседству точно сегодня не при исполнении, и не парень посередине. Ходируши узнали, что лес по соседству лугун. Мы уже знаем, что это лугун, так что, по идее, с другой стороны, человек может сказать как правду, так и неправду. Но, глядите, если это говорит правду, то то, что он говорит, что он не при исполнении, это если он Ангел, это неправда, то есть это человек. Слушайте, я понял, конечно, что моя логическая цепочка, наверное, как-то очень сумбурно непонятно звучала, но тут как-никак получается, что этот парень оба рассказал правду. Хорошо, теперь, когда зайдёшь, раньше же этот меншер сказал, что он у нас счастлив, может, лгать. Я верю в него, или не очень верю. Ладно, выхода нет. О, какой милый ангелочек. Где мои мышечки? Здравствуйте, мы по поручению, чтобы найти мышей мудовости. Да, определённо я обещал это. Ну и так как обещания важны, их нужно держать. Ну ладно, держите. Видите, что они до неё безопасно берутся хорошо, получили муж мудрости. Почему ваши обязанности? На крыше, я должен заниматься делами на крыше. И так как, ну, обязанности важны, их нужно выполнять. Теперь мне интересно, что вообще входит в его обязанности. Может, подмести крышу? Никто больше не хочет со мной общаться, не упустили шанс проглотить меня. Тоже есть глаз. Это я даже не знаю, что такое, какой-то салют. Возможно. Возможно, что это какой-то новый логотип Олимпиады. Правда, это лес немного многовато, надо поправить. Ну ладно. Так, все ушли, никто не хочет больше со мной общаться. Но это вообще беспредел, я считаю. Ну ладно, мы и так себя достаточно неплохо чувствуем. У нас теперь есть мышки. Очень умная группа мышей, похоже, не съедобные. Мне их немножко жалко. Но если они такие умные, то почему же не попались в эту ловушку? Хотя люди тоже говорят умные. А тем не менее, сколько соблазнов их может сбить с пути по дороге. Мы принесли мышь мудрости. Спасибо, я смогу делать это у мини-строны. И вы обещали, что вы дадите одну нам. Ой, когда-то это говорило. Укуния! Не показывай мне такое страшное лицо. Вот вашу обещанную награду. Жесть, меня чуть не засхамили. Я впервые ем суп. На самом деле, я впервые вообще что-то ем. Рисовочка тут довольно-таки милая. Такая стильненькая. Вкусно. Я, по-моему, так говорю про каждую рисовку. Может, уж не имею рисовать. Мне каждая рисовка кажется неплохой. Не могу быть увереннее. Такое чувство, что это и значит вкусно. Да, определенно. А, и ты не стараешься попробовать? Есть или не есть? Не, ну, блин, если предлагаю, то надо бы попробовать. Что-то в супе. Что? Это ключ, на который узор птицы, я так понимаю. Давай его при себе оставим, раз уж мы через все эти трудности прошли. Ты знала, что когда заканчиваешь есть, нужно говорить спасибо за еду. Спасибо за еду. Пойдем? Ну, сдам-то покушали этого борщица. Точнее, министроны. Было вкусно? Ну, думаю, вполне. По крайней мере, нашей подруге понравилось. Но стали мы умнее? Вот что вопрос. Так, ну что же, куда мы этот ключ можем применить? Так, ну тут у нас какие-то птички. Какое-то окошко, ничего не видно. Похоже, что внутри кто-то есть слишком темно, я ничего не вижу. Некоторые вещи, наверное, лучше и не видеть. Так, ну тут у нас ничего. Тут у нас галерея. Так, ну вот, немножко похоже на птичку. Если-то посмотреть под определенным ракурсом, может быть, петушка кого-нибудь или кони-димородка. Открыли дверь. Так, внутри птиц не наблюдая. Погодите, это разве не фрау? Ой, фрой. Правильно все-таки фрой вроде говорится. К сожалению, сантаков немецкого не нашлось вроде в комментариях. Или это Тума? Больше фрой похоже на фрой. Или нет? Я начал их путать. Я торс. Это Ай. Как некрасиво так игнорирует людей. Тума. А, да, я их перепутал. А, я глупый. Но они обе светленькие. Прошло несколько дней. Мы немного с ними общались. Ладно, хватит оправдываться. Оправдываться. Я просто забыл. Раз уж ты... Ты не могла, пожалуйста, научить меня, как читать? Потому что я не выброшусь эту книгу. Или это слишком сложная просьба? Вот так быстро читать не научишь. Все хорошо. Правда? Если вы, Волгни, пожалуйста, подождите, пока я не закончу читать тут. Спасибо. Интересно, конечно. Почему она находится здесь? Спасибо, что она помогала мне. Должно ведь вместе снова поделаем. Так, одиночество. Было очень много весело. Было очень весело увидеть так много вещей, Сай. Спасибо тебе. Немножко забыл, какая вообще была цель. Вроде она просто не хотела оставаться. В той комнате. Так, лучше отловить пока совсем нечего. Книги читать мы не хотим, да и не получается у нас, если честно. Однако тут что-то есть, но, видимо, нам это, опять же, ни о чем не говорит. Так. Погодите, это еще одна я. Не слишком ли много меня здесь ходит? А что такое? Может, это нам совсем нехорошо? Вон, цветочки, как мило. Довольно интересные места. Какой-то подвал. Некие золотые ворота. Даже лодочка есть. Ну, лодочка была бы, конечно, приятна. Погодите, попробуйте, 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 попробуйте. Точнее, сказать, некую арку. Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую с вами, ребята. Что это? То, что вы упали, аж такое место, может, потерялись вы? Если продолжите блуждать в игру бесцельно, вы двое не сможете уже отличать право от лево больше. Я дам это вам обеим, это подарок от меня. Что это? Красный цвет направления. Твой единственный союзник без границ. Преследуй меня, если ты хочешь узнать о том, что раньше. Иди прямо сюда. Я хочу, чтобы ты узнала, признала факт того, что я здесь. Это был просто сон, но это был очень стрёмный сон. Ты проснулась? Всё-таки вроде зовут Фрой, не Фрау. Правильно читать. Надо из-за этого потерять сознание. Так удивилась. Конечно, должно быть устало, считая, что на месте всё такое. Может, ловно использовать мою кровать и отдыхать. У меня вообще-то есть и своя комната, очень мне туда никто не положил. Блин, монтаж был довольно интересный, конечно. Но пока ничего из него вычинить не удалось. Толком. Интересно, какую роль Торс играет во всем происходящем. Так, какой вопрос особый? Ну да, хорошенько отдохни. Блин, он всё время не включает граммофон. Думаю, это не очень хорошо так с ним поступать. Ещё и так громко, но его включает. Так. Что ж, испугался, что на секунду игра погасла? Ну ладно. Плавить на тут пока больше особо нечего, я так понимаю. Так, ну тут вроде как на это ничего не изменилось. Как пожелает Тума на ново чего-то рассчитать? Она как-то пропала. Я доброволь эту бумагу пока убирала. Она твоя? О, мая, это что за таинственная загадка? Это что, какой-то магический квадрат опять? А, ну понятно. Понятно. Тут нам нужно поставить числа, чтобы выражения имели смысл. Всё как мы любим. Ну может быть 2 умножить на 4 равно 8, минус 3 равно 5. 6 минус 1 равно 5. 2 плюс 4 равно 6. Но не получается 2 раза четвёрку подставить. Хм. Это оказалось сложнее, чем я думал. Так, ну быстренько разгадал эту загадку на бумажечке. Получилось 2 умножить на 3 равно 6. 6 минус 1 равно 5. 9 минус 4 равно 5. 2 плюс 7 равно 9. Вот, собственно говоря. Не знаю пока, правда, если не прийдетесь. И знай, да, моя бумажка. Ах, она была твоя? Держи. Наверное, зря, зря моя. Всё-таки она не моя. Возможно, немножко некрасиво поступили. Ну ладно. Так, замок. Может мы его сможем скрыть. Но нам пока не предлагает. Кролик себя прекрасно чувствует. И я, конечно же, рад за него. Тогда принятие решений. Может было таинственно промолчать. Так, тут, собственно говоря, и сохраниться же можно было. Тут у нас есть книжка. Так. Опа. Поменялось всё. Неужели, может быть, прошло время уже? Мы прошли первый час игры. Есть только один способ узнать, что в моей комнате. Ну, погодите, здравствуй, Фрой. Теперь ты в порядке? Да. Правда, и чистое облегчение. Кстати, только что нашла это в той книге... Ой, в той комнате, где сидите картины. Я заметила это из-за красивого узора. Я бы хотел, чтобы ты взяла этот маленький нож. Так, на том, мастихин получается. Ну, всё в духе той же. Мэри из Ип, который я уже вспоминал в прошлой серии. Если только ты не занимаешься рисованием, он не очень полезен. Ну, раз уж я нашла его, я подумал, что может ей пригодиться. Не, ну мастихин, наверное, крутой. Можно... Хотя им ничего порезать нельзя, так что... Толку нам от него нет. Ещё у нас есть мелок. Мы можем рисовать. Моникен так и стоит на месте. Как-нибудь странно. Если нарисовано всё красно, значит ли это, что в этой картине тоже истина? Так, ну чё? Мои зеркальные приключения могут продолжиться? Да ещё как? Так, а зачем меня всё-таки две? Хм-хм-хм. Не смешно. Наши волстерин, девочка, не понимаете, у неё кем она могла быть? Нас спросил мыши мудрости, где я? Мышь мудрости ответила. Ты в задней части жареного яйца? Да, кстати, я ещё читал, что шпигеля им может перейти как жареное яйцо, но что бы это значило? Ну вот девочка тоже не понимает, что имеется в виду. Так. Можете проверить, что там с часами? Так, это что такое? Что это за следы тут такие? Галерея. Ничего вроде как не изменилось. На первый взгляд. А может и на второй? Я просто ещё встретил часы. Разве я много прошу? Ну да, здесь у меня уже два часа. Далее что точно ты хочешь спросить о Фрое? Фрое немножко тамбой, но она может быть довольно жизнерадостной и внимательнее к другим. Блин, но на вид бы я никогда не подумал. Получается она такой немножко нестереотипный тамбой. Пожалуйста, плавайтесь друг с другом. Хорошо, что насчёт Тумы? Немножко странная. Им так же нравится делаться как девочке. Надеюсь, у вас станет друзьями. Мне говорят вещи, которые никто не понимает. И они говорят сами с собой, но мы не обращаем на это внимание. Короче, Тумы, то ли какой-то персонаж гендерной интриги, то ли может какой-то андрогинный персонаж, то ли просто non-binary person. Конечно, из-за того, что говорят дзей, в принципе, очень сложно переводить на русский. Так, ну вот следы. И ведут ли они нас кисти? И тут и человеческие, и какой-то, может быть, псинки, и птичка какая-то провержала. Так. Мишка. Эрика, любительница собак. Точнее... В общем, руку Эрики, любительница собак, укусила её собственная собака. Даня, любитель птиц, его глаза полностью выклевала его собственная ворона. И затем была заботливая мать, которая была брошена её собственной дочерью. Я даже не знаю, что из этого хуже. Светится свет через окно. Кто? Я не хочу подсматривать, мне страшно. Что если мне тоже выклюет глаза? Я сначала хотел бы сохраниться где-нибудь. Реконнект, реконнект. Сейчас нужно зареконнектиться, как никогда. Было вкусно, да, мы уже довольно-давно покушали. Что-то красненькое. Возможно, как раз намекается, да, что в красных книжечках-то и скрывается вся правда, вся истина. Тут красный цвет, давайте подсмотрим. О, привет. Это есть, Даниэль? А, это ты? Как-то, ну, что я здесь не могу сюда сдвинуться. Я хочу отсюда выбраться. Ты бы не хотел помочь мне? Я всем помогаю. Я человек сверх добрый. Даже, как говорится, лов, фулкут, настоящий паладин. Спасибо тебе. Это вообще какая-то, которую я знаю. Принеси сюда кролика. Он любит яйца. Пасхальные, что ли? Так, ну что там с учебой? Тоже умеешь читать? Ну уж, я стачно этого. Запомни это уже. Сколько? Который это уже раз. Что значит слово красный? Он означает краснить. А, нет. На коме я не язык я. Я не все понимаю. Рэд это рот. Толк это рэден. Повторяю, пока не запомнишь. У-у-у. Такие мне не очень нравятся такие методы обучения. Я ожидал, что с вами проходить более спокойные обстановки. Извините меня. Похоже, меня стали открытым. Не брось меня закрыть. Пожалуйста. Может, вы говорите со всеми здесь. Хороший способ видеть время. Может, Тума тоже может перемещаться между зеркальными реальностями, учитывая, что ее тут нет. Нет настоящей. Тебе нравятся сладости? Еще как. Когда я дам тебе это, мы получили конфетку в форме розочки. Вкусная. Спасибо. На всем выдают розы. Ты уже встречала пупы? Хотя могли бы проводить себе библиотеку местную. Он всегда выглядит таким высокомерным, но на самом деле он весьма одинок. Но даже если бы он не вел себя так высокомерным, он был бы немного менее одинок. Кто знает, кто знает. Так, просто мысль. Так, где же живет пупа? По-моему, где-то наверху. Так, тут живет не пупа, тут живет кролик. Пупа живет в комнате Фрори. Ты когда-нибудь хотела, пора полетать по небу. Пупа хочет летать. Я хочу красивые крылья. Как насчет фиолетовых? Его забросы, конечно, растут. То покушать, то крылья. Ну что ж. Одинокая леди, если хотите, вы не против попить чай вместе? Ну почему бы и нет? Это предлагает такой прекрасный джентльмен. А, у вас нет чашки чая. Без нее вы не сможете пить чай. Буду хлебать прямо из чайника. Всю заварку туда бух. Получится чайник чая. Когда он у вас будет, вы сможете вернуться назад. Да, даже чай уже не дают попить спокойно. Хорошо, что у меня есть кружка. Даже две. Ты начал купить за раз-два раза больше чая, чем обычный человек. На толку? Не знаю, может быть, собственно говоря, посмотреть, что у нас в реальном мире происходит. Может, с одной стороны другую переставить чашечку. Есть вопросы. Что за мастихин-то? Мастихин можно использовать, чтобы носить краткую краску. Ну, без кисти. Ну, или сдирать краску, которая еще не высохла. Ну, и, в общем-то, вот, например, все для чего он полезен. Ну, ты хочешь, ну, типа, мне? Например, вообще здесь жил. Самый простой способ вести это потому, что у меня нет денег, может быть. Во-первых, я не могу пребывать сюда, и не могла найти такую хорошую одежду. Теперь я очень счастлива. Но я также хочу жить с моей семьей снова. А, это мне напомнило. Ты знала, Ай? Когда приобрел сюда, Томас стал мне съесть цветок. Но да, не дали мне день, сказали. Вкусно. Я честно думал, что это конфетка в форме цветка. Теперь я знаю, что маргаритки, правда, горькие. Пчаянная история. Так, ну, это терраса, это вроде так, фоби-кружечки. Я промолчу. Так, однако, нам здесь или нет, здесь библиотеки? А, Ай. Что ты читаешь? История о зеркале и магическом мелке. Мальчики используют магический мелок, чтобы обратиться в зеркальный мир. Он прошел выше, выше, вперед и назад, и зеркальный мир в итоге теряется. Надеюсь, с нами такое не повторится. А какая Фрой? Фрой очень такая. Он растэнь держит. Не только же значение факт, что на самом деле очень закрытая. Однако, когда она со мной, она кажется более расслабленной. Вот почему ей нужно быть со мной. Ты тоже будешь со мной? Вообще, немножечко жутковато, учитывая, в каком жанре игры мы находимся. Может, нам бы и вообще главный антагонист. Было бы грустно о таком думать. Так, на нашей какой-то супер секретное сохранение, спрятанное за столом. Так, тут галерея, я хотел найти... Где у нас столовая? Где тут она вроде была? А, я потерялся. Однако, я нашелся. Да, я что-то, что-то хочешь спросить? Одолжить чашечку. Да, вперед. Настали вон там, можешь взять ее. Короче, как я понял, немножко так взглянув, у нас есть два пути. Быть хорошим ребенком или быть непослушным ребенком. То есть, воровать там розы. То есть, вариант с розой могли получить не от умы, а просто забрать из оранжереи. Вот и чашки можем или воровать, или все-таки просить взрослых. Я даже не знаю, от этого зависит наш Ля Финаль. Может, вы бы предпочли, чтобы мы стали все-таки непослушным ребенком. Хотя мы, наверное, уже не сможем много очков набрать на этом руте. Мне кажется, надо стихнуть одну линию поддерживать. Пока мы очень послушный ребенок. Я даже вот кружечку не постеснялся взять. Да, давайте попьем чай. У нас, к счастью, есть кружечка. И мы можем им наслаждаться. Здесь нечего делать. Это так, умный вы. Может, и что-то, что вы хотели бы обсудить? Я бы выраду, слышали бы ваши вопросы об этом месте. Это место не связано ни с чем, но место, где ты можешь связаться с чем угодно, с каким угодно. Ну и так как такие вещи не нужны настоящими, я буду ждать, пока они не станут нужными. Вот почему у меня сейчас столько свободного времени. И вот почему я так благодарен за вашу компанию, юная леди. Второй вопрос не надо задать. Печально. Спасибо, что нашли время поговорить со мной. Я хочу дать вам кое-что в качестве награды. Но здесь только стулья и этот стол. Что значит ножик? Ножик стола. Их так много, что это не проблема, если вы возьмете одну. Блин, бедный стол хотел сделать инвалидом, кто не спросил его разрешения. Ну, я знаю, знаю, что сделать с этой ножкой. Я знаю, кто ей будет. Очень рад. Возможно, даже больше, чем оригинальный владелец. Если хотите, я буду рад, если вы пришли снова. Ну, давай еще раз попьем. Вот вам еще есть второй вопрос. Но нет. Видимо, все-таки чая с него пока хватило. Не готов он ко второй кружке. Слабак. О, ты принесла ногу. Можем использовать это место моей старой ноги. Ну же, давай прикрепим ее. Ну, ты такая неуклюжая. Пожалуйста, сделай ее нежнее. Слушай, ну как получается? Я что, главный специалист по ногам? Несколько моих перьев отвалились. Можешь врать, если хочешь. Раз они красивые, я ими горжусь. Так, у нас есть птичьи перья. Как это нам поможет? У нас, конечно, была какая-то тема с птичкой. Но вообще, конечно, меня удивляют такие вариации. Их реально немало. То есть, этот вопрос чашки можно было разрешить аж тремя путями. Жесть круто. Ничего не скажешь. Так, ну ладно. Слушайте, я возложил этот самый кролик, которого нужно привезти. Слушай, я не знаю. Не будем торопить события. А в той же параде, которую мы нашли, было всего 6 нигденых чисел. Точнее, целых 6 тут. Их всего 5. Что-то у нас накорябанное. Так, пароль к забору. Клевер. Наконечные копья. Четырехсторонний. Любовь. Блин, я даже не знаю, что сказать на это. Но предположим... Ладно. Клевер, он может быть четырехлистный. Но не обязательно. Четырехсторонний. Ну а копье что обозначает? Не знаю. Может он похоже на семерку? А любовь? Ничего не понятно, но очень интересно. Ух уж эти загадки. Так. Может она сама выпустит нам эту несчастную штучку? Точнее кролика. А, ай. Спроси, пароль от забора. Я забыл его. Даже если я забываю, я не переживаю. Я... Блин, все равно говорю о Туме в женском поле, когда-то его и их лица читаю. Конечно, трудновато все-таки. Я делаю шифры для них. Вот, ай. Маленький кусочек бумаги. Их есть еще из таких три. Только соберешь их все, ты узнаешь пароль. Так, даже если один из них будет украденным, я все еще буду спокойно. Я потерял остальные три. Как может он был такой растеревший? Думаю, тогда забор не открыт, верно? Кролик... Судьба кролика навсегда осталась в заточении. Может, могли бы через него перелезть, конечно. Хотя, наверное, это до самого потолка, да? Такая клеточка. Так, вот и клевер, собственно говоря. А, погодите. Наверное, в этой загадке то число, которое я не использовал, это число... Восемь, наверное, как раз является... Так, над нас наконечник копья. Или масть бубен в карточной игре кое-нибудь. И, соответственно, нужно остальные такие найти. Так, нет, это не то. Так, вот и клевер пики. Так, тут я сейчас, говоря, вообще ничего не понимаю. Врать не буду. Нож 12? Ну, нет, наверное. Что бы это значило? Нет вообще ни о чем не напоминает. Так, тут у нас, кстати говоря, эта галерея была. Картин с невысохшей черной краской, в которой мы стоим. Само время поработали не мастихином. Замечательно. Что же у нас тут? Нолик. Легче не стало что-то совсем. Ну и какой нолик имеет отношение к происходящему? Помогите. Так, на 1, 2, 0. Что бы это могло все значить? Я, кстати, сейчас осознал, что на самом деле я уже поступил как плохой ребенок, когда я взял эту бумажечку. Я ведь сказал, что она моя, а она не моя. Я тоже засчитал, что я плохо себя веду. Похоже, мне уже не выйти на путь максимального послушания и добра. Хотя, может, этот путь хуже. Это довольно печально. В любом случае не стоит забывать, что птичьи перья, которые мы нам нашли, могут пригодиться нам молодому человеку, у которого есть мечта. Эти фиолетовые крылья, ты дашь их мне? Да, конечно. Мне-то незачем. Спасибо, спасибо. Взамен возьми это. Сокровище пупы. Аж теперь пройти захотелось с более нейтральной, так сказать, стороны. Все-таки не поддаваться соблазнам и не красть чужую бумажечку. Нам дали еще одну бумажечку. Храни ее. Как скажешь. Почему я все время открываю это эту? Да, вот сердце. Господи, вообще не помогает. Что это? А может типа red, black, 11 что ли получится? Давай, lit, green, blue, pink. Получается слово 11. Значит, там, где черви, должно быть 11. Жесть, и элемент, конечно. Вот получается число 102, может быть, тогда. Рануло. Ну, как раз идеально бы вместилось. Может, просто эти числа ничего не значат для этой загадки. И просто, что... А, это кресть. Погодите, там пики же были, получается. Да, тут были пики, я все перепутал, однако. Так, не забываем про то, что можно отказаться делать выборы. И тут внезапно же герой не заговорил. Почему Фройд Тума единственное во всем здании? Потому что, главное, переполненное пришлось перевезти несколько людей в другое здание. По-моему, я тебе это говорил раньше, разве нет? Все ненавидят этот совняк, потому что он пыльный и мрачный. Вот тогда-то мы и вызвались. В этом месте хорошие положительные стороны. Комнаты очень большие, и они все только для нас. Ладно, давайте, наверное, сохранимся. Так, мы на том уже проходили. Нельзя сохраниться почему-то на этой книжке. Так, что-то не так? Этот кролик урожа любому, кто приближается к нему. Поэтому я приближаюсь слишком близко, потому что это опасно. О, готдэмит. Давайте сохранимся и попробуем подобраться к кролику. Но мы уже закончим тут. Даже если кролик решит, что я недостоин жизни, по его мнению, то в любом случае в конце серии. И мне страшно. Я не хочу. Нам нужно еще где-то яйца найти, чтобы он на нас с собой не злился. Ладно, как-то так, в любом случае. Послушному ребенку мне быть не удалось. Наверное, это какая-то тоже из детства история у меня, потому что я помню, что в детском саду я крал шашки. Но, к счастью, все-таки вырос законопослушным, прослым гражданином. Так что, возможно, и наш один плохой поступок еще не заслуживает какого-то сильного наказания. Как-то так. В любом случае, интересно, что эта игра такая вариативная. Я не помню, говорил ли я это. По-моему, говорил. Ну, с количеством проходов зеркала тоже влияет. Только кофе на нас ждет. Но тут нас точно плюсов ожидает мало, потому что, по-моему, это зеркало уже раз в 20 туда-сюда походил, пока пытался разгадать некоторые вещи. Но вообще мне нравится эта игра. Она такая... Именно прикольная с точки зрения, если вы смотрите, именно как квест. По сюжету пока непонятно, что традиционно. Но вот именно как квест мне она нравится. Я раньше любил играть в квесты, там всякие предметы искать, потом два часа разбираться, в какой же локации, к какому же предмету их можно применить. Были времена. Для нас в следующий с вами был Авангард. Надеюсь, что серия вам понравилась. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok